ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нам сказали, что вот эти работы, которые сейчас проводятся, кем они организованы? Администрация и комитет по имуществу? Ради бога, почему люди не знают? Вы признали самовольную постройку, якобы постройку самовольной, но люди-то пользуются этой постройкой. Почему не поставить в известность людей о том, что это будет происходить? Откройте, пожалуйста, гараж. В каком он у вас состоянии? Мы вывозли, произведем, если это заброшенный гараж. Или мы еще что сделаем? Мы оставим это все открыто и брошенное, для того, чтобы здесь проходили и далее безобразничали. И главное, что мы боимся спуска у нас, вода, что она разрушит наш дом. Вот мы что боимся теперь уже. А здесь плюс еще городской водопровод проходит метрового диаметра. И если вот вода поползет в землю, то его порвет. Уже был порыв. Мы в городе построены на месте обрага. Там, извините, Винякин подписывал это. Вы стояли строительство. С тем, чтобы были именно капитальные постройки для укрепления обрага. Видите, вот они слитые. Все это укрепление идет. Это вот стенка обрага, да? Да, оно укрепляет. Снесите, и что получится. Вот она, труба для слива воды идет. Все это снесется, и просто земля уйдет. Еще раз повторюсь, 300 документов в день. Я не могу знать, когда я отправила конкретный ответ вам. Пожалуйста, прекратите тоже давить. Я на работе, я выполняю свое распоряжение. Ваши дети не задерживают координат, по которым мы могли бы определить конкретных лиц. Нет, ни адресов, ни паспортов данных. Вот паспорт, я говорю про другой перечень, который сейчас мы изучаем. Подождите, вы вскрыли гараж, при этом имея заявление от меня с паспортом, данными. Вот эта вот бумажка висела вот здесь. Возможно, она вот так была распечатана. Вот она висела здесь. Вот она, 612 фигурирует. А это ссылка вот на эту. После этого два месяца проходит, мы должны двигаться дальше. Комитет по имуществу, я звонила неделю. На следующей неделе я уже к ним пошла. Я говорю, почему я до вас дозвониться не могу? А у нас телефон не работает. Мы им отнесли все документы, которые у нас есть. Списки с телефонами. Списки с телефонами. Тех списки людей, которые были изначальными собственниками. Когда я у них спросила, я говорю, хорошо, а как вы будете сносить гаражи? То есть, как это будет выглядеть? Они мне сказали, мы, говорит, сорвем крышу и вырвем ворота. Я говорю, а ничего, что там двухметровые погреба, я говорю, и там ходят дети. Вот такая вот ерунда во всех гаражах. Только без крыши еще. Самое то для детей. Вот это, чего они доводят стариков. И это вот все осталось. Там яма, там погреб. Дети полезут. Вот так вот они благоустроили то, что снесли. То есть, они прям вот так снесли. Я уже организовывал. Первый председатель гаражного кооператива, который оформлял все документы по советское время в 67-м году. Все документы в наличии. Все есть. У нас земля Советским Союзом дана вечное пользование. Без сноса. То есть, кооператив раньше домов появился? Кооператив? Нет. Вот кооператив сделан от 21-го дома. Понимаете? Поэтому, чтобы удержать землю, сейчас трещина вот в 5-м подъезде, трещина в этом доме. Сейчас оставите людей без жилья. Редактор субтитров А.Семкин